Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня мы получили очень прикольный комментарий от любительницы спорта. Она говорит, что мир сошёл с ума, ППЦ, люди, очнитесь. Вы что, обсуждаете? Пацан вообще бедный. Мне очень интересно, откуда у неё такая информация. Ребёнка надо на тренировку. Мы снимем сейчас тренировку для вас специально, Оксана Батова, и будем ждать ответ в видео о вашей тренировке. Снимите, пожалуйста, вашу тренировку, и мы её обязательно посмотрим. Дайте нам ссылочку, и мы её оценим в силу того, что ребёнок является профессиональным спортсменом. Показываю растяжку, какая должна быть. Растяжка. Одну ногу вперёд, другую согнуть, тянуться. Вторую. Вот так. Вторую. Теперь лотос, лотос, бабочка. Бабочку, покажи, как надо делать бабочку. Лотос, лотос. Теперь нога, пяточка за макушку. Давай, зайчик. Пяточку за макушку, как проверять растяжку. Вторая. Вторая. А теперь отрывайся. Молодец. Отрываешься. Молодец, зайчик. Молодец. Умница ты мой хороший. Умница. Вот если так вот... Молодец. Одна нога за голову. Вторая. Вторая. Молодец. Отрывайся. Вот. Умница. Молодец. Всё. Давай. Давай, я снимаю. Показывай. Поза лотоса никому не интересна. Давай дальше показывай. Растяжка вот эта, любимая. Вот эта. Какая ещё растяжка работает? Вот такая растяжка. Вот такая. И теперь, как проверить растяжку? Нужно пяточку за голову. Закинуть вторую. И оторваться. Ну. Давай, показывай, какая растяжка самая главная. Вот эта. Ножку вперёд. Угу. Вторая. Дальше бабочку покажи. Молодец. Бабочку покажи. Бабочку. И результат какой должен быть? Покажи ногу за макушку. Вторую. И теперь отрывайся. Давай, давай, давай. Отрывайся. Так, давай, теперь покажи, какая у тебя самая любимая растяжка. Какая растяжка? Вперёд тянуться. Бабочку делать. Вот эта самая любимая. Дальше. Вторую ногу. Угу. Можно вот так ногу за макушку. Вот так. Молодец. Угу. И какой результат? Давай. Одна нога за пятый. За... Ещё можно так сделать, что она нам очень обожает. Скажи привет. Привет. Оксана Батова попросила, чтобы ты потренировался. Поэтому давай покажем, как ты тренируешься, что у тебя с тренировками всё хорошо. Ты сейчас сидишь в позе лотоса, да? Да. Давай, показывай, как нужно делать растяжку. Ну, просто я её лично не знаю, но мне интересно, какой у неё спортивный статус. Давай, 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 дальше тренировку. Тренировку, да. Она попросила тренировку сделать, потому что я же не знаю её лично, какой у неё спортивный статус, в каком она олимпийском резерве, есть у неё вообще какой-то статус или нет. Ну, вообще растяжка это... Да. А то, может быть, она тоже как-то, ну, женщина с пятой точкой 58-го размера, которая просто критикует, а ей стремно встретиться. Поэтому давай, ты сейчас покажешь ей свою растяжку, свою тренировку, а потом пусть она снимет видео о своей тренировке. Да, поэтому мы посмотрим, ты как профессиональный спортсмен, ты же тренер и чемпион с разрядами, да, по кунг-фу и по карате, и с поясами, и с наградами, и с кубками. Поэтому давай, ты сейчас покажешь свою тренировку, ну вот, а потом пусть она свою снимет. Очень будет прикольно, да, как она там тренируется, очень интересно, да. Ну, очень прям интересно. Очень, да, реально, да. Как тролли тренируются. Что-то они вообще могут из себя там представлять или изображать, правильно? А то выпендриваться все могут, все такие смелые онлайн, а как встретятся, так все сразу боятся. Со мной. Я предложила одной женщине со мной встретиться, она просто на моем фоне будет выглядеть дико позорно, поэтому она отказалась. Давай, показывай растяжку. Первым делом это вот так вот, в такую позу встать, и вот так вот тянуться, пытаться докоснуться до столб ног. Давай дальше. И так надо примерно делать, сделать примерно по 4 подхода по 8 раз. Вот. Следующее упражнение вот так вот. Потом можно, получается, раздвинуть ноги и сделать влево, потом в центр и потом вправо. Да. Тоже как вариант после этого. Потом можно взять... Это тренировка для тех, кто не спортсмен. Ну это да, это вообще... А теперь покажу тренировку для тех, кто спортсмен. Ну, первым думаю, это бабочка. Бабочка, это надо сделать ноги стопню об стопню и пытаться очень низко опустить коленки более. Вот. У меня примерно остается где-то 5 сантиметров на левой и на правой ноге. Это для какого? Для каратэ, для кунг-фу? Ну, это более, думаю, для кунг-фу. Для кунг-фу. А ты тренируешь, значит, только детей для кунг-фу? Для кого еще? Самбо? Или дзюдо? Или дзюдо-самбо уже не тренируешь? Перестал, да? Перестал, верно. Перестал. Сейчас ты только кунг-фу тренируешь, да? Да. Юниоров. Только юниоров, а каратэ не тренируешь? Или у тебя просто не хочется? Времени нет, да? Лень. Лень. То есть каратэ нам тренировать лень, ты тренируешь только кунг-фу, да? Верно. Верно. А ещё ты кем работаешь? Или нельзя это говорить? У тебя же есть бизнесы, да? Секреты, огромные. Ну, я так по секрету чуть-чуть скажу, что у тебя бизнес в сфере связан, да, с... Ну, не буду, да? Да, не надо. Не надо, да? Ну, ладно, хорошо. Но есть бизнесы. Да, ну, я продолжу для более начинающих растяжку. Это взять, после вот этого положения взять ногу и её сделать вот так вот. Потом нам надо тянуться к этой ноге, вот так вот. Пытаться лицом докоснуться до коленки, носом надо докоснуться. И потом вот так вот тянуться, потому что когда мы делаем, если вот в отличие от этого, у нас тянется сразу две мышцы. А вот если мы делаем именно это упражнение, то мы практикуем именно одну мышцу. И все силы уходят более на одну мышцу. И так можно, если у тебя, допустим, сюда сильнее тянется, а сюда слабее, то можно так вот, допустим, сделать, много раз так делать, делать, повторять, и у тебя станет обратно в баланс твоя растяжка. Вот. А скажи, как лучше тренировать сразу две мышцы или одну? Я думаю, конечно же, две. Лучше, да? Это упражнение только для того, если у тебя, допустим, вот сюда вот прям очень сильно, вот прям, да, может докоснуться пальцами вообще прям до пятки, допустим, хотя бы вот так вот чуть-чуть вообще. А вот тут, допустим, ты только докасаешься, ну, вот прям, да, ну, чуть-чуть, там чуть-чуть не хватает. И ты, допустим, повторяешь, примерно, на протяжении недельки это упражнение в утреннюю зарядку, и тогда у тебя вернется обратно баланс. Но это пока что были самые легкие, думаю, упражнения. Для новичков. Ну, это да, это для новичков. А для продвинутых, покажи. Ну, это... Просто, нет, подожди, она написала, чтобы ты сделал тренировку, я тоже хочу, чтобы пусть она тоже сделала тренировку, поэтому попроси, какую она должна тренировку сделать. Там ноги за голову, что, что ей нужно снять, этой женщине. Смотрите, ей надо, ей надо. Ну, чтобы она так это... Ну, думаю, не такое тяжело вообще. Давай, давай, что ей надо сделать. Две ноги. Вот так вот левую ногу засунуть, правую ногу засунуть и встать на руки. Я думаю, что она не сможет. Мне почему-то кажется, что у нее жопа 58-го размера и мозгов нет, поэтому она так точно сделать не сможет. Ну, это верно. Поэтому, знаешь, как бы, знаешь, масечка, в интернете все такие смелые, а как реально что-то сделать, они это не... Давай еще покажи, покажи, покажи. Ну, что? Результат тренировок, это растяжки, которые в Олимпийском школа... Как это называется? Школа Олимпийского резерва, да? Ну, да. Как она сейчас? Я просто... Там, ну, длинное название. Давай, давай, давай. Комитет Олимпийского резерва или школа? Комитет. Комитет. Показывай. Ты же чемпион города Москвы по спорту. Тебя какая-то лохушка сказала, чтобы ты потренировался. А вот давай сейчас мы с тобой потренируемся. Ты же чемпион, а ты тренер. Вот. Ты сейчас потренируешься, а потом пусть эта женщина тоже самое повторит и снимет ответное видео. А то просто, знаешь, там все что-то пишут, какую-то фигню. Как бы непонятно, почему ребенка оскорбляет женщин, у которых отсутствует мозг. Как бы если мозгов нет, надо книжки читать. Правильно, Мазерна? Вот. А что ребенка там чморит, что ему надо потренироваться? Вы сами сначала тренируетесь, правильно? Ребенок-то тренируется, причем... Каждый день. Да, каждый день. Так как тренируется ребенок, тролли, они в принципе не могут так тренироваться, потому что они слишком жирные и слишком глупые, да? И ленивые. Давай, покажи еще какое-нибудь упражнение, которое нужно для растяжки. Что бы была растяжка, как у тебя? В какой-то позе читаешь книжки? Покажи, когда я в шоке захожу в ту комнату, я просто в ужасе бываю. Я иногда... А сколько это, когда я хочу и читать книжки, и заниматься кунг-фу, растяжка просто? Да, а когда я покажу книжки, которые ты читаешь, думаю, что тролли будут просто в ужасе, потому что они это не поймут. А я покажу, да? Ну, не знаю, это... Потому что они не на русском языке, это научная литература, да, на испанском языке. Вот этот малыш, он вообще, он как бы учится в английской школе, но он читает научно-литературно-испанском языке. Ну, потому что у меня углублены языки, и у меня углублены английский, плюс еще дополнительно к этому у меня есть еще и испанский. И она каждый день к тебе приходит, это репетитор. Да, ко мне еще и репетитор приходит каждый день, вот, и мы читаем вместе испанские книжки. Да, на испанском. Поэтому, когда я беру испанский, я нифига не понимаю. Но я читаю только на английском, да? Да. Ну да. Но это все равно тоже хорошо. Тоже полезно. От некоторых. Да. Которые тупые какие-то комментарии пишут. Давай, зайка, покажи, покажи, что им надо сделать, чтобы они вот это сделали и уже успокоились. И тогда у них личная жизнь наладится. И тогда они будут счастливы. Так, вот, вот, вот так вот сделайте, господа тролли. Снимите видео, вот, давай, покажи. Вот, две ноги за, куда, за макушку, и потом попочку отрывайте от земли. Срайбаланс. Баланс, да. Вот такое видео нам снимите, пожалуйста, а потом уже выпендриваетесь и пишите какую-то тупость свою. Да, Муся? Да. А то там пишут какую-то хрень просто. Или просто займитесь личной жизнью, да? И тогда всё наладится. Да. Вот, вот, вот так вот. Покажи, как ты читаешь. Ты просто на попе сидишь, да? Я вот так вот читала. Вот, да. Вот я захожу в комнату к ребёнку, а у него вот такие вот, как белочка, да? Это как называется, белочка? Вот, он в такой позе может находиться сколько угодно. Поэтому всё, молодец. Ну, что можете передать зрителям? Хочу вам передать то, что занимаетесь спортом, занимаетесь растяжкой. Да они так не смогут. Потому что это очень, я вам скажу, очень замечательный талант. Иметь хорошую растяжку. Это вообще. Хоть я даже, я не представляю, что у меня с растяжкой, хоть я могу закинуть две ноги. А, кстати, интересный факт. То, что меньше одного процента людей могут закинуть одну ногу за спину. А я могу сразу две. Ну, потому что ты профессиональный спортсмен. Они профессиональные... Я даже на шпагат не могу сесть. Да, да. А у них другие таланты. Они только могут это, знаешь, в интернете... Заседать комментарии. Да, гадости писать, потому что на больше они не способны. Муся, ну что ты хочешь пожелать женщинам? Хочу пожелать здоровья, счастья, удачи по всей жизни, чтобы на работе всегда... Да какая у них нафиг работа? У них образование, три класса и всё. Ну, это для твоих хороших подписчиков, как я сейчас говорю. Ну, у троллей, ты понимаешь, кем они работают? Да. Уборщица в супермаркете. Покормить свиней за две тысячи рублей. Покормить свиней. А нет, у меня была, знаешь, какая-то тролль, реально. Её из провинциального общежития выгнали. Прикинь, прикинь, это какой вообще уровень. И она у меня, она, знаешь, что, она мой стиль и мой вкус критиковала. Прикинь, человека, который занимается дизайном профессионально, какая-то женщина критиковала, которую выгнали из общаги. Прикинь? По факту она является бомжикой, потому что бомж это человек без постоянного места жительства. Без определенного места. Без определенного места. Давай, покажи свою тренировочку, если уж они так просили. Поэтому пусть они снимут ответное видео, дадут ссылку. Да? Верно. Да, а то там пишут какую-то хрень. Ну, всё, давай, всё, целую, скажи, целую всех, пока. Целую всех. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. Да, 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 да. И занимайтесь спортом. Это первым делом. Занимайтесь спортом и личной жизнью, да, и тогда ваше настроение будет всегда приподнятым. Да? Верно. Целую, скажи, пока-пока. Целую всем. Пока-пока. Пока-пока.